О том, как сложно уехать с нужной остановки в нужное время, не понаслышке знает большой процент рязанцев, которые предпочитают общественный транспорт личному. Проблема, причин у которой много. Исследованием вопроса в течение последнего года занималась группа специалистов по поручению администрации города. На основании большой исследовательской аналитической работы подрядчик представил проект возможной транспортной реформы в городе. Часть пунктов уже воплощается. Вы сами видите на улицах обновление транспортного состава при поддержке правительства Рязанской области. Эти вещи мы реализовываем. Также было сказано о внедренных выделенных полосах. Это работа ни одного дня, ни одного года, о чем тоже было сказано. Нужно это понимать. Это очень сильно в том числе связано с финансированием реализации данного проекта. За время работы специалистам удалось вычленить ряд основных проблем. Недостаточное количество и вместимость подвижного состава порождает несоответствие провозной способности пассажиропотока. Несоблюдение расписания, в основном связанное с организацией дорожного движения. Несоблюдение перевозчиками обязательств и сокращение выхода подвижного состава на линию. А также высокая дублированность маршрутов. В рамках сценария 1 предложена отмена 6 маршрутов и корректировка дрессировок 8 маршрутов, сохранение 37 маршрутов. Стоит обратить внимание, что на сегодняшний день есть ряд маршрутов, которые являются социальными, которые не могут быть скорректированы ввиду того, что они обязательно должны существовать. Администрация города Рязани участвовала в данном проекте и, соответственно, получали дополнительно подвижной состав на непосредственно маршрут. И после оптимизации мы должны понимать, что мы не ухудшили ситуацию, а наоборот улучшили качество транспортного обслуживания. Соответственно, на данном слайде как раз представлена информация, каким образом каждый район будет выезжать, на каком маршруте и в каком количестве подвижного состава и, соответственно, какой класс подвижного состава будет использован. Разработчик подчеркнула, что грядущая оптимизация станет возможной лишь при обеспечении удобного расписания, чтобы пассажиры могли сделать пересадку с гарантией без длительного ожидания. В рамках реформации запланировано немало мероприятий по улучшению дорожной сети, внедрению умных остановок, созданию выделенных полос, увеличению количества подвижного состава. Предложенная реформа – процесс небыстрый, проходить будет поэтапно, и, в конце концов, он должен привести в порядок транспортную схему, которая сегодня явно работает с большими пробелами.